Один из самых важных событий на протяжении долгих лет, все об этом говорили, я имею в виду снятие депутатской неприкасаемости, но никто не осмеливался до этого дойти. Владимир Александрович Зеленский, как и обещал, в максимально быстром порядке вместе с партией «Слухонародная» и другими политическими силами приняли это решение, приняли этот закон, сейчас идет доработка. Где-то в какой-то степени даже идет ужесточение, но выполнен самый, решен самый главный вопрос, выполнено главное обязательство. Многими долгое время депутатская неприкосновенность, с одной стороны, была привлекательным моментом для людей, у которых были проблемы закона, наверное, так. Но более важная для меня социальная несправедливость по отношению ко всем остальным гражданам Украины. Когда люди понимали, что есть какая-то каста, которой нельзя прикоснуться, не задать условно там вопросы, а все остальные находятся в другом положении. И вот этот закон, он имеет в большей степени для меня социальный важный аспект. То есть справедливость восстановлена, все находятся, ну с исключением президента на сегодняшний день, в равных правах. Это такое, как бы, достижение весомое, если не смотреть там в лоб реформы. Самое весомое достижение для этого парламента. Также хочу коснуться серьезной реформы силового блока, это касается реформы прокуратуры, реформы ДБР, реформы МВС. Сегодня, если говорить о офисе генпрокурора, идет в какой-то степени даже такое, скажем так, такое ручное управление, функции переданы генеральному прокурору. Но я думаю, что на первых этапах это будет иметь большую пользу, смогут сделать необходимую зачистку данных органов. Но возникает вопрос, что будет через 2-3 года. О чем я говорю? Психология людская, она не меняется тысячелетиями. На первых этапах мы готовы стартовать, набирать обороты, показывать результаты. Но потом, рано или поздно, все устанут. Где-то появляются какие-то компромиссы. Если нет у нас противовесов в этой работе, если вся власть передана одному человеку, то где-то на каком-то этапе человеческая психология может дать сбой, где-то эмоции, где-то чрезмерное пристрастие. Так ведь или нет? Поэтому к этому надо относиться очень осторожно, в надежде, что все-таки есть у нас президент избранный, который будет ослеживать контролирующую атрибуту каждого органа. Есть у нас парламент, который всегда может пересмотреть. И полномочия, которыми наделили на сегодняшний день те или иные службы, всегда можно будет поменять. Я надеюсь, что этого не произойдет, но, тем не менее, это также важный блок законов, которые были приняты этим парламентом за фактически месяц работы. Какие еще решения Вы считаете наиболее важными и прогрессивными сегодня в Краме? Да, ну, в рекламенности. Сегодня я бы посмотрел, чтобы в будущее сказал, что серьезным для нас всех будет решением, и, в первую очередь, надо будет понимать позицию и президента, и, в первую очередь, надо будет понимать позицию и президентом за фактически месяц работы.